В этом ролике мне хотелось бы поговорить про такую страшную вещь, как возражение. Но это то, с чем, наверное, сталкивался каждый из нас. И возражение – такая интересная достаточно вещь. Я пришел к такому выводу, что если этих возражений нет в тебе, ну то есть когда ты конкретно эти возражения не разделяешь, ты сам со всем с этим разобрался, то тогда они для тебя проблемой не являются. Вот эти возражения, потому что все возражения, они достаточно такие стандартные. Опять же, есть базовые возражения, которые такие наиболее распространенные. И вот давайте просто представим две ситуации. То есть одна ситуация – это когда к нам на встречу пришел человек, который нам начинает возражать на встрече. Вот что он может сказать такого нового мне интересно? Что никто еще не слышал? Или что это является, ну скажем там, я не знаю, чем-то таким вот важным и все остальное. В целом, стандартные возражения какие? Это сетевой. Ну, самое такое, достаточно распространенное. Что имеет в виду человек, когда говорит «это сетевой»? Ну, так примерно можно догадаться. Это, наверное, то, что сейчас он боится просто того, что вдруг ему дадут какую-то клетчатую китайскую сумку, то есть через две минуты он окажется в электричке и начнет ходить продавать какие-то массажеры под русские народные песни. Вот, или там магнитные стельки какие-нибудь, которые, не знаю, там как работают, там что-то еще такое. Но это просто стандарт. Это же сетевой. Что он имеет в виду в этот момент, я не знаю. Что я подразумеваю под словом «сетевой»? Сетевой – это бизнес, который предоставляет тебе свободу, деньги, путешествия, дает тебе признание, возможность обеспечивать твою семью, возможность получать доход со своей структуры, не работая какое-то время, то есть регулируя, скажем, свой собственный отдых и прочее. Ну, то есть такой остаточный доход. По-моему, нормально все. По-моему, в этом все хорошо. То есть давайте так. Это же сетевой. Скажи, пожалуйста, а ты теоретически хотел бы сегодня быть хозяином сетевой структуры, которая каждый месяц приносит тебе 2 миллиона рублей дохода. Ну, как бы ты к этому относился, если бы у тебя вдруг сейчас появилась твоя структура? Ну, вот, допустим, кто-то из лидеров возьмет и перепишет свой контракт на тебя сейчас. С каким ты видом отсюда выйдешь? Ну, ты будешь орать просто на каждом углу. Я сетевик вообще, и нет никакого спаса от меня просто. Я суперсетевик, я суперсила и все остальное. Просто вот это сетевой, но это настолько уже не актуально. Мы живем в 21 веке. Все то, что называлось сетевым в 20, но оно давным-давно уже стало неактуальным. Это все понимают прекрасно. Кроме тех компаний, которые работают еще по старым схемам. Они уже давным-давно перешли на потребительское такое существование. То есть есть группы людей, которые просто потребляют продукт каких-то производителей. Никто там не зарабатывает деньги и все. Ну, вот это там формат 20 века. И вот это вот сетевой, то есть что он имеет в виду, непонятно. Но ему надо объяснить, что такое настоящий сетевой. И возможно вот это возражение просто снимется. Сразу же, автоматически. Другое очень родственное, это пирамида. Ну, видимо, архитектор перед нами сидит, просто такой дипломированный. И он как-то сразу там увидел вот эту конусообразную конструкцию. Что он имеет в виду, когда он говорит пирамидам, мне тоже непонятно. То есть то, что начинается все с одного, то есть и дальше продолжается, ну это нормально. Любая организация выглядит примерно так. Если он имеет в виду финансовую пирамиду, где сейчас с него начнут там требовать какие-то взносы, там какие-то сертификаты ему начнут давать, начнут его там просто разводить на деньги, отжимать. То есть потом он там будет 6 дней в неделю ходить на семинары, где ему будут промывать мозги. Ну, надо ему просто спокойно объяснить, что это не финансовая пирамида. Это нормальный бизнес. И мы выбрали именно этот путь, потому что он на сегодняшний день является очень перспективным. То есть сетевое продвижение продукта на сегодняшний день, это то, что нам нужно, особенно в это нелегкое экономическое время для нашей страны и не только для нашей страны. Смотрите, в каждой стране, в каждом городе любой человек хотел бы зарабатывать больше. Правильно? Правильно. Мы, собственно, это и гарантируем. При каких-то нехитрых действиях человек выходит на доход. И когда я, находясь во многих странах мира, я много где был, я в каждой стране спрашиваю, слушай, скажи, пожалуйста, а 15 тысяч долларов, к примеру, или там евро, ну, то есть той валюты, той страны, в которой ты живешь, это нормальная зарплата в твоей стране? И мне в каждой стране человек говорит, это в любой стране нормальная зарплата. А ты хотел бы такие деньги зарабатывать? Он говорит, да, хотел бы. Давай поговорим? Давай. Все. И вот эта вот актуальность вообще теряет сразу, то есть по поводу этой пирамиды там или что-то еще. Это не мое. Ну, так обычно в милиции говорят. Я в кино видел. Когда кого-то привозят, вот он начинает орать, это не мое, меня подставили. То есть что не твое? Ты еще вообще даже не разобрался, что тебе предлагают. То есть ты даже не представляешь, что может быть с тобой через год, через два, через три, и ты уже говоришь, это не мое. Дальше. Мне некогда. 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 Что такое некогда? Некогда. Это куда? Некогда. Это ты получаешь 50 тысяч рублей в месяц, тебе предлагают зарабатывать 200, тебе некогда? Иди к психиатру, сходи. Он найдет время. Вот точно в твоей жизни найдется время зарабатывать денег больше. Потому что на сегодняшний день твой КПД, твой ресурс, он может быть использован в нашем бизнесе, и ты можешь зарабатывать вообще нормальные, вменяемые деньги. И ты потом еще спасибо скажешь за ту встречу, которая там сегодня состоялась. И вот это не мое, мне некогда, я не знаю. Это, знаете, это такие возражения, которые относятся к страхам. Потому что, как правило, когда человек подобные вещи говорит, надо просто понаблюдать за его реакцией. То есть, наверняка, там какая-то мимика подскажет, что он просто перепуган. Губы дрожать начинают, руки трястись, то есть, он быстрее хочет уйти. Просто страхи. И вот если в этот момент мы не разделяем его страхи, то все хорошо. Если сам новичок, который приглашает человека, точно так же думает, вот это проблема. Когда ему говорят, там, это сетевой, и он думает, блин, это же сетевой, надо как-то отмазываться. Нет, это франшиза, нет, это мультифранчайзинг. Нет, это не такой сетевой, который тот сетевой, это не тот. Он сразу оправдывается. То есть, это абсолютно неправильный ход. Если ты не разделяешь эти возражения, тебе с ними работать достаточно легко. Или, например, там, знаете, бывает такое. Это нет, у меня нет людей. Будут. У меня тоже не было людей. У любого из нас не было людей. Никто сюда не пришел с готовой структурой. Ни один человек не пришел сюда сразу с толпой в 500 человек и подписался. То есть, каждый искал своих людей. И у каждого был барьер, кого подписывать. Это все абсолютно нормально. Это даже не является возражением. Это никому не надо? Да ладно. Вот прям никому. Никому, никому это не надо. То это означает только одно. Что этот продукт много кому надо. Вот он просто очень много кому нужен. И он пользуется спросом. Поэтому надо просто включать голову. Желательно, чтобы мозг заработал активно. Просто надо начинать. И вот эти возражения просто потеряют свою актуальность через очень короткое время. И в общем, любой разговор надо переводить просто в нормальное позитивное русло. Человеку надо помогать справляться с его собственными страхами. Потому что все эти возражения, они вызваны только одним. Страхом неудачи, что у меня не получится. Страхом общественного мнения, что обо мне подумают. И вот мозг в этот момент, который очень боится, он судорожно начинает вот эти все возражения там наружу выкидывать. И если человек, который проводит встречу, эти возражения не разделяет, то тогда они не актуальны, повторюсь. А если человек сам боится, который проводит встречу, для этого есть наставник, о котором я говорил в предыдущем ролике. И стоит с ним переговорить по поводу того, как реагировать на встречи. По больше уверенности и по больше правильного отношения к своему делу, все будет нормально. Возражения это не то, чего надо бояться. Надо бояться, скорее всего, того, что в жизни в своей ты ничего хорошего не успеешь сделать. Потому что время летит достаточно быстро.